Добрый день! Я Игорь Кателевский, автор программы «Бисерная гладь» с мальчей. Программа позволяет создавать схемы вышивки бисером, пример, который вы видите на экране. Это, так сказать, схемы художественной вышивки бисером в том плане, что нужно самому будет нарисовать расположение всех бусин схемы. То есть бусины располагаются не в заранее предопределённых клетках, как бы квадратных гнездовым способом, как большинстве других программ. А человек может сам указать расположение всех бусин, то есть их нужно будет нарисовать. Кроме того, бусины могут быть в одной схеме не только одного размера, как вот на этом примере, но также вот следующим образом. Вот видно, что здесь есть бусины разного размера. Все они кругленькие, вот кругленькие, вот, а вот бусинка в виде эллипса. Вот мы все их видим. И следующее особенность, что видно, что бусинки, они могут быть ориентированы. Горизонтально, с наклоном влево, право, вот вертикальные есть, как мы хотим. Вот ещё пример такого рода схемы, сделанной Татьяной Смирновой. Это вот некоторые схемы, так сказать, северные сияния. Видно, что бусинки можно, они как бы идут по линиям света, лучей, сияния. Такие схемы могут быть использованы для создания икон. То есть мы печатаем на ткани изображение самой иконы. Сейчас эта технология развита. И потом украшаем её бусинами или стразами в нужных местах. Сейчас я покажу, как это работает. Мы создадим схему наподобие вот этого вот котика. Вот она, эта схема. Значит, сделаем такую схему. Нам нужно что, запустить? Нужно, собственно, само изображение оригинальное. И мы на нём, как на подложке, будем рисовать бусины. Потом мы вот это изображение, эту картинку распечатываем на ткани. Качественной, сублимированной печатью. И далее мы просто пришиваем реальные бусины в тех местах, как мы их нарисовали и пропечатали. Всё. Делаем схему. Команд-веню. Файл новый. Выбираем новый дизайн на основе оригинального изображения. Далее выбираем картинку. Я вот заранее здесь подготовил вот этот вот котик. Вот он котик. Далее. Выбираем палитру. Это может быть одна из предопределённых встроенных программ палитр. Или можно создать новую палитру с помощью встроенного в программу редактора цветов. Вот я выбираю палитру предсоса. Выбираю размер пищера. Выбираю число бусинок по ширине и высоте. Или размер сантиметра картинки. Даю ей название. Создаю как бы образец, примерно как будут прорисовываться детали. Для этого выбираю число цветов. В принципе любое. И говорю применить. Если бы мы вот эту схему мы сейчас вышивали традиционным образом, то вот она примерно выглядит бы вот так вот. И мы смотрим, как достаточно ли четко бусины данного размера на данном размере всей схемы прорисовывать детали. Подбираем, чтобы это было нормально. Ну вот. Допустим хорошо. Теперь мы можем либо оставить вот эту схемку, эти бусины, либо будем рисовать с чистого листа. Я предлагаю рисовать с чистого листа. Изменить. Это то же самое. В лишний раз я сделал. Завершить. Все. Вот наша схема. Пока в ней ноль бусин. Пока у нас только один разбирь бисер. На этом можно и остановиться. Цвет можно выбирать либо из списка, то есть из загруженной палитры. Колонки описания, допустим, нам не нужно пока. Мы берем цвета. Чистые цвета будут. Либо можно предоставить программе возможность об самостоятельном определении цвета. Но эти возможности сейчас, допустим, пользуются не будем. Так. Будем выбирать цвет из списка цветов палитры. Прорисуем сначала глаза. Желтый цвет. Выбираем цвет. Все у нас бусинки будут круглые, значит, только цвет добавляем. Глаза у нас в кружочке. Для кружочков здесь заполненных кругов есть вот такая вот функция заполненный круг. Нажимаем ее. Нажимаем в центре этого круга. Нажали. Удерживая мышь, двигаемся к краю. Если мы видим, что мы отцентрировали несколько... Неправильно, я сейчас удерживаю хорошо кнопки мыши. То мы можем его подвинуть круг выше, ниже с помощью клавиш со стрелками. Вот так вот подобрали. Допустим, все хорошо. Нажали. Отпустили. Рисуем второй такой же. Чуть повыше. Разумаю вверх клавишу. Отпускаю. Вот нарисовали глаз. Ну, давайте сделаем ему сами зрачки темными. Для этого будем рисовать с помощью карандаша. Мы будем править цвет старой бусины. Поэтому выбираем режим работы. Команды править. Правим мы только цвет. А в принципе, можем еще изменять и форму бусины. Но в данном случае мы этого делать не будем. Не будем. Правим только цвет. Цвет вот я хочу нарисовать темные. Глаза. Или давайте коричневые. Хотя коричневые глаза. Ну, давайте для интереса. Делаем коричневые. Вот. Чтобы было лучше видно. 200%. Вот такие. Ну, и оболочки, допустим, сверху темные. Вероняем черный цвет. И практически черный. Ну, вот этот похож. Опять пускай будет черный. По контуру сделаем темный. Продолжение следует. А. Продолжение следует... Ну и будем сохранять, допустим, сохранять, будет у нас котик там, просто котик. Это имя файла схемы. Все, сохранили. Так, теперь будем рисовать дальше. Рисуем. Рисуем. Будем что? Добавлять. Добавлять будем рисовать вот эти усы ему. Выбираем цвет белый. Цвет белый. Этот достаточно белый. Хотя не очень. Этот лучше. Так, давайте для интереса, интереса, добавим бусины с шириной неравной высоте. Такие, как бы, трубочки, элипсообразные. Посмотрим, как оно будет. Добавить. Добавить. Ширина. Дизайн. Больше делаем. Четыре. Ну, не принципиально. Три. Палитра будет тоже самое. Предсоса пускай. Вот. И рисовать сейчас будем вот такой вот. Ей. Вот видим, чем мы рисовать будем. И рисуем тоже нить бусин. Нажал кнопкой. Отпустил. Повел. Отпустил. Повел в новое место. Отпустил. Вы видите, что программа сама ориентирует бусины вдоль линии пришива. Как оно и бывает на самом деле. В завершении нити правая кнопка мыши. Рисуем следующие. Уз. Давайте будем рисовать в таком масштабе. Чтобы лучше видно. Смотрите. У нас будет. Угу. 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 mit. Угу. 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 что у нас получилось писать вот такая штука получается мы будем дальше рисовать пускай поставим 75% пускай поставим 75% нужно продолжить, а у меня кончается нужно просклилировать экран поэтому временно завершаем приехал правой кнопкой мыши отодвигались можно здесь вот так сделать теперь нажимая на последнюю бочинку с шифтом программа захватывает предыдущую бочину и пошли по ней рисовать далее и 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 Шерсть ему, так сказать. Вот. Ну, не буду дорисовывать до конца, это будет достаточно долго. Теперь посмотрим, что мы можем сделать с этой схемой. Как я говорил, эту схему реально указать расположение бусин трудно, приемлемый способ. Ну, можно указывать x, y координаты, но это в данном случае ни к чему. Поэтому просто экспортируем схему в графический файл. Вот. Разрешение указываем нужное в пикселах на юм. Можно поставить достаточно большое, но при этом видим, что сама картинка будет размером 4,700 пикселей на 4,700. Достаточно много. Ну, поменьше поставим, 3. Для простоты поставим вот такое. Ну, для качельной печати нужно будет ставить бусинку. Разрешение достаточно большое. Будем выводить список использованных цветов. Палитра там, я не знаю. Нише. Шрифт Атахома, размер 24. Шрифт описания цветов. Пускай будет Ариал. Размером тоже 24. Будем выводить код цвета и просто число бусин, скажем. Вот так вот. Вот. Барман будет котик. Сохранить. Вот такая получается схема мышевки. Ну, то есть видно, что цвета вот такие-то. Вот цвета. Сколько какого цвета бусин. Можно выводить также и в граммах. Вот. Точно-то все. Вот эту схемку распечатываем. Этот список легенды цветов. Распечатываем, потом отдаем на печати. Или печатаем дома, если у нас хороший принтер. Все получилось. Продолжение следует...